Осенью 2017 года мы покупаем вот этот дом за 5,5 миллионов рублей. Друзья, всем привет! Прошло 4 года и сегодня я хочу вам дать краткий отзыв о проживании в этом доме. Ранее мы проживали со своей семьей в квартире, сейчас я живу с женой и ребенком в Москве, но очень часто приезжаю вот в этот наш родительский семейный дом. Я хочу вам рассказать, каково это с плюсами, с минусами, с какими проблемами мы здесь сталкиваемся, на что мы можем пожаловаться, что мы можем похвалить. В общем, этот ролик будет очень полезный всем тем, кто подумывает, а стоит ли переезжать или нет. Приятного просмотра, информации будет действительно много. Тайм-коды я оставляю в описании. Первым делом знакомлю вас со спонсором выпуска и после чего мы переходим к основной теме выпуска. И у меня для вас есть отличный партнер этого выпуска в лице Jig Energy. Вот такой вот добротный кейс для переноски, в котором вскрывается малыш, который сможет запросто, друзья, еще раз подчеркиваю, запросто запустить моторы объемом 5 литра, 7 литра. Для него это не проблема. Вот эта машина простояла на сервисе около месяца. Естественно, сел аккумулятор. С помощью вот этого малыша, Jig, можно было бы ее запросто запустить. По сути, это мощный пауэрбанк. Саряд здесь 18 тысяч ампер часов. Вот эти провода с многочисленной системой защиты от плавления. Вот можно купить дешевенький с Алиэкспресс. Можно взять, но, блин, иной раз люди жалуются в том, чтобы провода поплавились. А это из серии для тех, кто купил раз и навсегда. Он имеет возможность заряжать ваши телефоны, потому что здесь беспроводная зарядка. Jig Energy также может зарядить ваш ноутбук с 0 до 100. На всякий случай даже предусмотрели фонарик. Ну и приятное покрытие софт-тач. Поэтому, если у вас бывают проблемы с тем, что садится аккумулятор, возможно, вы занимаетесь автоподбором, автоперегонками, работаете с автомобилями. Вот это вот будет крутой инструмент для вашей работы. Ссылочку на него оставляю в описании. Переходите, смотрите, читайте все характеристики. Вещь реально крутая. По промокоду от Машкова можно получить еще и дополнительную скидку в размере. Все подробности будут в описании. Пользуйтесь на здоровье. Jig Energy. Я вам кратко напомню, что этот дом площади изначально был 180 квадратных метров. Когда мы его купили, мы сделали дополнительную пристройку. Таким образом, дом стал площадью 200 квадратных метров. Он стоит на участке 15 соток. Это был абсолютно новый дом. В нем никто не жил. На момент покупки здесь была полностью сделана электрика. Все остальное, с точки зрения отделки, мы делали самостоятельно. Я не буду сейчас все это подробно рассказывать, потому что на канале есть несколько видеороликов, где это все детально рассказано. Я на них оставлю ссылки. Кому это будет интересно, посмотреть планировку дома, как это все выглядит. Переходите после просмотра этого, смотрите. В первую очередь, от себя я хочу поделиться наблюдениями. Раньше я всегда мечтал жить в подобном доме. Когда я был ребенком, смотрел различные американские фильмы, катался с родителями куда-то там по области. Всегда, когда я видел дома, особенно эти двухэтажные коттеджи. Честное слово, мечта детства была дом в два этажа. Обязательно, чтобы на втором этаже у меня была своя комната. В 2017 году, когда мы его купили, сделали ремонт. Мы заехали сюда с 15 декабря. Мне хватило буквально двух недель для того, чтобы понять, что такое два этажа. На сегодняшний день я не представляю, как люди живут в трех, в четырехэтажных домах. Почему? У нас в этом доме есть отдельно наша комната, наша гардеробная. У меня есть рабочее место. Но, тем не менее, постоянно приходится бегать. То на первый этаж, то на второй. Только спустился, блин, что-то забыл. Вот эта беготня с возрастом, друзья, скажу откровенно, это немножко напрягает. Если бы мне сейчас было бы там 10-15 лет, ну, понятное дело, носиться проблем ноль. Поэтому, когда вы будете покупать, либо же строить дом, имейте в виду, если вы взрослые и у вас уже взрослые дети, скорее всего, вам комфортнее будет жить в одноэтажном доме. Если же у вас есть дети, два этажа однозначно, второй этаж под них, они будут только кайфовать. Строительство двухэтажного дома, многие отмечают, что это экономически выгоднее. Если начать считать, на одном участке ты можешь построить большую площадь. В общем, здесь все индивидуально. Но с точки зрения жизни, даже читая ваши комментарии к роликам про таунхаусы, когда люди живут в трехэтажных домах, это целый ад. Потому что эта беготня вверх-вниз надоедает. Либо должно быть все максимально продумано с точки зрения дизайна, планировки, что третий этаж, к примеру, у тебя исключительно рабочая зона, ты туда приходишь, поработал, спустился ниже. Второй этаж, исключительно спальня. Ну, в общем, как-то это нужно продумать. Хотя и у нас тоже продумано. Тем не менее, подчеркиваю, побегать в доме приходится. Вот на сегодняшний день для меня это единственный такой, знаете, незначительный. Но минус, что вот приезжая большая площадь после квартиры надоедает. Хотя, друзья, подчеркиваю, 200 квадратов. Я не представляю, как люди живут в домах, где там тысячи метров, полторы по дому нужно будет кататься на электросамокате. Стоит отметить, что мы-то приезжаем сюда пореже, а родители здесь проживают на постоянной основе. Вот у них такой проблемы нет. Почему? На втором этаже у отца есть спальня, он туда приходит исключительно спать. Также есть рабочее место, куда он может прийти поработать. Мама на второй этаж поднимается исключительно в гардеробную. Все. В основном вся движуха у них происходит на первом этаже. Поэтому здесь вот самое главное, подпланировка, продумать все вещи. Вот, подчеркиваю, бегать вверх-вниз, это действительно не очень комфортно. Отдельная история – это дорога. Когда мы покупали дом, здесь, собственно, не было дороги вообще. На этой улице проживает буквально 12 домов. То есть, у нас здесь нет какого-то большого поселка. Это вот такой небольшой пятачок. И когда мы сюда заехали, здесь дороги не было. Год назад соседи приняли участие в том, что подали нашу дорогу на добродел. То бишь, в Московской области есть такое голосование, с помощью которого, если ты его выиграешь, дорогу могут внести в бюджет, и таким образом вам ее построят за счет бюджета. Я тогда делал об этом отдельный, даже не то что ролик, а вставку. Просил вас принять участие в голосовании, и мы выиграли. Мы прошли два этапа, и таким образом нас внесли. Это было в 2020 году. Дорогу нам сделали, можно сказать, под конец 2021 года, буквально за пять дней. Чему мы здесь все счастливы, что у нас теперь появилась дорога. Тем не менее, сколько я не читал комментариев, то, что какого хрена вы что, офигели? Вас тут 12 домов, какого фига вам должны делать дорогу? То же самое говорят некоторые соседи, которые живут чуть дальше. Люди бесятся, не понимают, почему это вам делают дорогу. Вы что, здесь самые, типа, рыжие? Сегодня, когда я начал снимать ролик, вот к вам просто рассказываю, вышел мужичок, такой говорит, вот тут богатей живут, им дорогу делают, прокурор тут живет. Я говорю, стоп, подожди, какой прокурор, с чего ты взял? Ну вот, поговаривает. Вы вдумайтесь, у меня есть инстаграм, у меня есть собаки, у меня есть большая собака, которую вообще зовут Назар. Но в роликах, в инстаграме я ее называю прокурор. Люди подписаны из кашира, и, видимо, каким-то образом вот этот слух дошел и до него, что здесь где-то живет прокурор. Да только прокурор, это собака, с маленьким хвостом. Вы просто подумайте, прокурор живет. Вот наша семья с 2001 года владеет типографией. Мы занимаемся частным бизнесом, я вам про это неоднократно рассказывал. Общаясь с мамой, она у нас занималась бухгалтерией всегда. Она говорит, за это время, вы вдумайтесь, мы заплатили порядка 25 миллионов рублей в налоге. Вот эта дорога обошлась бюджету 6,5 миллионов рублей. 25 лямов это отдали только мы налогов. Мы образовываем рабочие места. Хочется задать вопрос, а мы что, не люди? Почему нам-то не должны давать дорогу? Некоторые рассказывают, вот там 100 домов, вот им дорога нужна. А нам что, она не нужна, что ли? Мы что, какие-то другие? Здесь все занимаются предпринимательской деятельностью. Все платят налоги. Мы тоже должны иметь возможность жить хорошо. Это к слову. Значит, что заметил? Многие отмечали, что а как с коляской гулять? Машину-то, твари, на тротуаре ставить? Друзья, это не тротуар. Это прилегающая к дому территория, на которой мы всегда парковали машины. Такая территория есть здесь, возле каждого дома. Бордюры сделали для того, чтобы было, во-первых, красиво, во-вторых, водоотвод. Когда дождь идет, сейчас он будет уходить, вся вода туда вниз. Там есть специальное место ее сбора. Самый прикол в том, что даже если бы мы, например, не выиграли вот эти конкурсы и захотели бы за свой счет сделать дорогу, вот такого. Понял? По-другому никак. Потому что земля муниципальная, и, соответственно, что-то здесь сделать без согласования с администрацией, хрена тебе лысого. То есть в любом случае нужно сначала идти просить разрешения на то, чтобы ты сделаешь дорогу. Ну и вопрос, почему делать за свой счет, когда мы прошли все конкурсы и выиграли. Суть. Мы довольны, дорога крутая. Теперь мы можем спокойно парковаться, гулять с коляской. В этом плане круто. Но в первую очередь я от всего сердца говорю огромное спасибо всем тем, кто принимал участие в голосовании и поддерживал. Вопрос о содержании и расходах. Ну, понятное дело, купил дом. Это не говорит о том, что все, можно жить. Нужно делать, естественно, ремонт. Я про это уже ранее рассказывал, что 5,5 мы отдаем за дом до вирусов, до кризисов, до очередных кризисов. Соответственно, мы вложили уже на сегодняшний день в дом вот все, что мы сделали там пристройки, теплицы и так далее, уже больше 5 миллионов рублей. В какой-то момент, как и все, мы просто перестали вести какой-то подробный расчет. Частый вопрос, сколько вот этот дом обходится по содержанию с точки зрения электроэнергии, воды и так далее. Напоминаю, что у нас здесь есть центральная канализация. Это очень круто, потому что рядом некоторые дома стоят, у них септики, у них нет воды, вы вдумайтесь, люди ходят за водой на колонку, пожалуйста. Из всех коммуникаций все, что есть, это только исключительно электричество. И даже есть дома, у которых и септиков-то нет, это просто обычная яма, все как вот когда-то раньше. Почему? Некоторые люди сами этими вопросами не заморачиваются. Естественно, куча претензий к администрации, но вопрос стоит на месте. У нас же здесь все есть, и было это сделано не потому, что здесь какая-то там блатата, как некоторые говорят. Просто люди, которые строили эти дома, шустрые. Неподалеку от нас есть такое замечательное здание, как морг. Этот морг был построен изначально при большой больнице. Больницу не достроили, в процессе ее вообще сломали. Но когда делали морг, заложили коммуникации в виде той же самой канализации и так далее. И когда люди строили эти дома, они все как положено подключились к этой канализации. Некоторые дома здесь по территориям тоже подключились. Соответственно, у кого-то есть, у кого-то нет. Значит, сколько денег мы тратим на дом? Отопление. Все цифры называю исключительно с расчетов отца, потому что он за это оплачивает. У него все цифры есть. Летом это, естественно, может быть 0 рублей. В среднем погоду все зависит от температуры, потому что у нас в доме нет ни одной батареи. Везде у нас лежит теплый пол. Очень много было вопросов о том, что ля, да как это можно жить с теплым полом, вы идиоты. Ребята, я вам отвечаю, вот просто положа руку на сердце. Комфортнее температуры внутри помещения я еще не встречал. Я вам говорю серьезно, если бы это было бы плохо, я бы вам так и сказал, парни, говно этот теплый пол, он не нужен. Так сказать не могу. Значит, в среднем за отопление 3,5-5 тысяч рублей. Все зависит от погоды. Топимся мы, естественно, газом. У нас есть газовый котел. Далее, электричество. В месяц у нас действительно много нагорает, потому что у нас здесь много уходит электричества. Это примерно 3 тысячи рублей. Но подчеркиваю, у нас никогда не выключается стиральная машинка. Постоянно что-то стирается. Есть посудомоечная машина. Много лампочек, естественно, энергосберегающие по территории есть. Но вот факт в том, что 3 тысячи рублей. Вода это примерно 2 тысячи рублей тоже в месяц. Итого в месяц может уходить 5 кирета. 9 тысяч рублей вот в этом диапазоне. Даже давайте скажем так, от 5 до 10, где 10 тысяч это холодная зима, где там 5 тысяч рублей это, собственно, лето. Касательно налога, по идее, он должен был бы быть примерно 6 тысяч рублей. Но у меня отец ветеран, соответственно, на него налог не распространяется. К слову, за двухкомнатную квартиру площадью 54 квадратных метра в Москве я плачу в среднем примерно 5-7 тысяч рублей. Все зависит точно так же от зимы. Особенно сейчас я подключил себе теплый полно балкон и на стену. В общем, электроэнергии уходит больше. Ну, примерно такие цифры. 54 квадратных метра, здесь же 200 квадратов. Далее, очень такой хороший вопрос, который мне понравился. Что у вас с управляющей компанией, какие взносы и так далее. Значит, смотрите, вот этот поселок, это такая некая тупиковая зона, которая находится на общей территории так называемой станции, станция Кашир. Ну, так это называется. Частный сектор, простыми словами. Вот дома, которые у нас здесь есть, у нас никакой управляющей компании нет. То бишь, по сути, каждый дом здесь сам за себя. Но всех соседей я знаю в лицо, по именам, кто чем занимается. Мне дико повезло, что действительно соседи все адекватные. Соответственно, когда наступает зима, у нас в силу того, что дорога муниципальная, сюда точно так же заезжает трактор, расчищает. Если вдруг пошли сильные снегопады, когда кто-то из жильцов поселка, также вот нашего, едет и встречает трактор в городе, мы напоминаем им о том, что неплохо бы тебе не забыть про наш закуток, чтобы ты заехал, расчистил. То бишь, здесь как бы нет такого, что, ну вот, там, старшего мы выбрали, и он пусть все вопросы решает. Здесь, по сути, каждый старший и за свой дом, и прилегающую территорию, каждый отвечает сам. Те, кто хотят купить домик в коттеджном поселке, там, в любом жилом комплексе, и там есть управляющая компания, ребята, я вам сразу могу сказать, чем больше людей, тем больше разногласий. Я покатался по-разному, и я еще не встречал ни один жилой комплекс, где-либо, ну, либо коттеджный поселок, где люди будут всем довольны. Всегда есть недовольные, и неважно, самоуправление у них, управляющая компания, кто бы ни был, всегда найдется тот, кто скажет, а мне вот кажется, что так не должно быть, я вот хочу по-другому. Поэтому в этом плане сложно. Нас, слава богу, здесь немного, а было бы нас там 50-70 домов, и управляющую компанию, наверняка бы сразу было бы вам что рассказать о том, как у нас все плохо. Но, слава богу, пока пожаловаться не на что. В процессе рассказа я буду затрагивать темы, которые люди писали в Инстаграме канала, с которыми я в целом сталкивался, когда читал комментарии к ранее вышедшим роликам. Так, например, по кадрам с коптера то, что я вам показываю, может показаться то, что мы находимся в какой-то глуши. Очень часто комментарий был 100 километров от Москвы, да нафиг это надо, со смыслом таким, что отсюда каждый день есть на работу. Объясняю еще раз. Я проживаю на постоянной основе в Москве, мои родители в Москву на работу не ездят. Наша организация производства наружной рекламы, полиграфия, находится в 5 минутах езды на автомобиль, даже в 3 вот отсюда, и 10 минут пешком. Соответственно, до работы туда-обратно проблем никаких нет. Более того, поблизости здесь есть несколько детских садов, несколько школ, торговые центры, магазины. В общем, все то, что нужно для быта, здесь есть. Но для того, чтобы этим комфортно было пользоваться, здесь по-любому нужна машина. Да, можно до школы здесь дойти пешком, до детского сада дойти пешком, но когда есть автомобиль, сами понимаете, это все делается гораздо комфортнее. Вот наша квартира, если пешком идти отсюда, в которой мы жили раньше, примерно 15 минут ходьбы. Микрорайон, пятиэтажный дом, там была трехкомнатная квартира, в которой мы жили. И вот когда ты проживаешь в подобных городах, и у тебя есть возможность продать квартиру, купить дом, сделать в нем ремонт, и ты вроде как живешь так же в городе, но теперь у тебя появляется 2 этажа, большая площадь, территория прилегающая. Это отдельная история. В этом плане я прям всеми руками за. Мне очень часто пишут, ну если ты вот так топишь за дом, что же ты в квартире живешь? Объясняю, друзья, чтобы купить дом в пределах Москвы, я не хочу уезжать из Москвы, за это нужно отдать хулиард рублей. Хулиарда рублей на частный дом в Москве у меня, к сожалению, нет. Но в идеале, в перспективу для меня, я бы очень сильно хотел из двушки, в которой живу сейчас, переехать в квартиру, где будет большая открытая уличная терраса. Такие дома есть, чтобы можно было выйти. У тебя вот так же какая-то площадь с открытым над головой небом. Я это люблю, моя жена любит. Я уверен, что наша дочь это тоже дело полюбит. Соответственно, в дальнейшем стремимся к этому. Хороший вопрос был из серии. Ну, скажи, все-таки правда, что в дом нужно постоянно вкладываться? Или это все байки? Вот здесь, из личного опыта, если вы покупаете вторичку, дом, то первый вопрос, в каком состоянии вы его покупаете? По картинке некоторые дома гуляешь, смотришь, шикарные. Но я знаю о том, что это гниль труха, а вокруг просто облицовочный кирпич. Соответственно, в такой дом, естественно, со временем вы можете неплохо вложиться. Одно переделал, второе переделал, третье и пошло-поехало. Точно так же к вопросам о мышах. Очень часто мыши есть, мыши есть, есть мыши у тебя. У нас мышей нет. За 4 года проживания в этом доме мы вложили в него 0 рублей, 0 копеек с точки зрения вот что-то сломалось. Мы, естественно, вкладываем исключительно только в строительство, что-то подстраиваем, пристраиваем, в ремонт с точки зрения обустройства. Но такого, чтобы оно что-то прорвало и так далее, у нас не было. У нас был абсолютно новый дом. Если я не ошибаюсь, он построен и изначально был в 2013 году. Поэтому, друзья, здесь в первую очередь нужно понимать, что вы покупаете. Можно и первичное жилье купить из говна и палок. Здесь ответ один простой. Сами не разбирайтесь. Нанимайте профессионалов, которые приедут, просто осмотрят дом, оценят его, сделают себе нужный экспертиз, дадут вам заключение, в каком он состоянии и что вас ожидает. В нашем случае, за все время, что я проживаю, нет нареканий. Серьезно, нет нареканий. Если бы были нарекания, я бы вам сказал. Понятное дело, что летом, когда была 32 градуса жара, дома было жарко, потому что открыты окна, поступает воздух. Поставили кондиционер, все, жары нет. Зимой, когда было минус 32, холода не было ни разу. Вот в этом плане огромный плюс. Теплый пол. В общем, отопление хорошее. Пожаловаться не на что. Первый плюс, когда вы переезжаете в свой дом, это самая настоящая свобода. Курящие соседи в подъезде, курящие соседи в окно. Вот мы не курим. Нас это всегда напрягало. Я постоянно, когда мы снимаем новые сюжеты, прихожу к людям, там, новостройки, спрашиваю, как с этим. Вонище стоит. Тебя постоянно кто-то травит, и ты с этим сделать ничего не можешь. Далее. Пятница. У кого-то какое-то застолье. Музыка. Ты хочешь отдохнуть, а у кого-то праздник. Но это твои соседи, тебе приходится с этим мириться. Ремонт кто-то начал делать в субботу в 9 утра, перфоратором сверлить. Тоже дискомфортно. Приехал домой, после 7 во дворах парковочных мест нет. И вот ты уже думаешь, блин, надо либо побыстрее, либо ты машину поставишь фиг знает где. В частном доме таких проблем не существует. Здесь все происходит ровно так, как хочешь этого ты. Отваливаются сразу все вот эти претензии и боязни, что кто-то тебя затопит, что в подъезде что-то пошло не так, там нету света, давайте все жаловаться в управляющую компанию. В общем, всех вот этих вот где-то незначительных претензий быть не может. Все, что у тебя происходит на территории твоего дома, ты за это, за все отвечаешь сам. Для кого-то это жирный минус, потому что, ну, есть люди, которые хотят прийти домой, заплатить за коммуналочку, лечь на диван и больше ни хрена не делать. А если уж вдруг что-то случилось, то вот кто-то там, управляй-ка, пусть занимаются. Конечно, есть, скажем так, свой геморрой, как многие скажут, это, ну, во-первых, трава, та же самая, стричь траву нужно. Собаки у нас бегают, они ходят в туалет, за ними тоже нужно убирать. За собаками вообще нужно следить, а тут солому покупай. Периодически мы перетряхаем эту их будку, делаем здесь чисто, аккуратно, чтобы им тоже было комфортно проживать. Как начинается весна, мама начинает все сажать, цветы, сейчас у нас есть теплица, у нее есть отдельный участок сельхозное значение. Как бы кура у нас есть, своя живность, она находится не на территории дома. Я был в шоке, когда узнал о том, что все, закон приняли, что теперь вот захочу здесь курочку завести, хрен, можно схватить сразу штраф. То же самое по дому, где-то что-то там на фасаде может отвалиться, нужно подлатать, где-то какие-то вопросы могут возникать, пока они у нас не возникали. Но я знаю, что они когда-то будут возникать. Этим тоже нужно заниматься. Но у меня родители такие, что им это только в удовольствие, что-то делать постоянно. Такой вариант, что, знаешь, проснулся и лежать, ни хрена не делать там, чай пить, телек смотреть без конца. Это не про них. Там, я не знаю, там, раз в неделю, в выходной где-то 2-3 часа они поваляются и все. А так, чтобы целыми днями... В общем, это все на любителя, кому как. Многие люди, кому нахрен не нужны эти грядки и так далее, ну что делают. Вот газоном все застелил, собак они не заводят, либо как вот у нас есть еще один маленький рыжий лис. И все, ты вышел, шашлыки пожарил, позагорал, повалялся, уехал. Зимой приехал, напарился. Здесь уже все под ваше желание. На то, вон и частный дом, что ты делаешь сам то, что хочешь. А здесь шикарный подарок для отца. В виде матраса от BlueSleep размером 2000 на 1800 спальное место. И все это дело помещается вот в такую коробочку. Конечно же, в этот раз я его привез не сам, была сделана доставка, но можно коробку запросто поместить в автомобиль. Это очень важно, потому что привычные матрасы, это, друзья, ну вот вам живой пример, как он поместится к вам в автомобиль. Суть. Вы скажете, ой, опять рекламируешь. Ребята, это третий матрас в нашей семье. Один в Москве, один у отца, один у нас. Мы все довольны. Разница матрасов обязательно читайте на сайте в жесткости. Там есть отличия. Подбирайте под себя, размеры тоже разные. Вот это, запомните, специальный нож, с помощью которого мы будем вскрывать наш матрас, для того, чтобы его ни в коем случае не повредить. Вот он, пожалуйста, матрасик. Коробку нам не жалко, потому что, сами понимаете, это исключительно обертка для того, чтобы доставить матрасик в хорошем состоянии. Обычно я ее использую под мусор, в уголок ставим, и сюда как раз улетит все самое ненужное. И вот сейчас вот эти все скотч, слюду, вот этот полиэтилен мы будем снимать с помощью вот этого ножа. Можно взять обычный нож, но это противопоказано. По-правильному это все делается вот так. Таким образом вы просто гарантированно не повредите ваш матрас. Важно запомнить и понять одну простую вещь, то как только вы достаете матрас из коробки, из вот этой защитной слюды, он сразу начинает набирать воздух. Поэтому не совершайте глупых ошибок, думая, что если коробочка вам в машину не помещается, можно все это снять, так то поменьше, покомпактней. Засунете в машину, ребята, это будет такая проблема, которую вы потом просто-напросто пожалеете. Друзья, на самом деле все это увлекательно и очень легко. Вот простая технология, казалось бы, в вакуум загнали матрас, зато как это удобно, когда все это можно сделать одному. А теперь представь, вот такой же матрас, когда он сейчас особенно надуется, самостоятельно затащить в квартиру, через лифт, в дом, в машину. Наполняться матрас может до пяти часов. И снова магия монтажа. Знаете, компания BlueSleep обычно просит оставить живой отзыв после первой ночи на матрасе. Я же записываю его спустя три ночи. По ночам спит здесь отец. Метр восемьдесят на два. Ну, просто шикарно. Днем, на дневной сон, приходит мама. Пару раз удавалось и мне поспать. Я вам могу сказать, из всех трех матрасов, которые у нас есть, этот наиболее мягкий. Поэтому, ребята, реально рекомендую матрасы от компании BlueSleep. По ссылочке в описании все подробности по ним читайте, узнавайте, подбирайте под себя наиболее подходящую модель. Либо же оставьте просто заявку, с вами свяжется специалист от компании и все вам детально расскажет, где какая разница. Спит моя наследница, внучка моих родителей. Друзья, вот здесь хочу затронуть такой важный момент. Очень часто читаю комментарии серии. Подожди, подожди, подожди. Ну, это же не твой дом, это дом твоих родителей. А где твой-то дом? Вот это и есть наш семейный дом. Я в шоке от того, как рушится вот это понятие института семьи. Что сейчас у людей есть разделение. Это папина, это мамина, это твое. А у нас есть наше. В этот дом мы все внесли свой вклад. Я вложил денег, родители вложили. У нас нет понимания, что кто-то больше, кто-то меньше. Это наше вот такое, знаете, родовое гнездо. И мы его продавать в перспективах вообще не хотим. И дочери, я вообще просто строго-настрого запрещу это делать. Исключительно дом для проживания. Потому что дом хороший, сделан качественно. Простоит он достойное количество лет. И, соответственно, думать о том, что это их, это твое. Точно так же я могу сказать про квартиру в Москве. Это моя квартира, это наша квартира, это семейная, это наше все. Вот у нас есть наживное наше, что у нас идет из поколения в поколение. Будет передаваться детям. Такое, что, знаешь, там сказать ей, вот ты вырасти, сама все. Пройди с низов, пойди в Макдональдс и поработай. Там поработай, поднимись сама. Я, как любой любящий родитель, своим детям буду стараться давать все самое лучшее. Понятное дело, что баловать, типа дочери, там, я не знаю, какой-то дорогой телефон, дорогую машину. Будет возможность. Вполне возможно, так сделаю. Но, понятное дело, что про воспитание не забываем. Хочу отметить. Не переставайте быть людьми. Любите ваших родителей, ваших братьев, сестер. Не забывайте про них. Вот так поступайте, сидите, что, знаешь, как дележка начинается. Это их, это твое. Ну, типа, блядь, я просто, когда читаю комментарии, я иной раз в этом плане очень сильно удивляюсь, что говоришь, ну, это наш дом. Не, подожди, это не твой дом, это их дом. А твой дом где? Вот он, наш дом. И в силу того, что в доме большую часть времени проживают родители на постоянной основе, вопрос к ним задаю. Вот что вам нравится по плюсам и минусам? Про слово минусы они вообще не понимают. В смысле минусы? Мы после жизни в квартире, когда имеем возможность выйти, у нас свой участок, у нас собаки живут. Мама, вот собачники, друзья, вообще в целом скажу, это отдельная история. Если вы видите, что человек собачник, вот любит собаку, это даже никогда не пытайтесь его чему-то учить. Люди дни рождения собакам устраивают, торты заказывают. Сказать, что они дураки, это их личное право. Это то же самое, что ты купил себе там красные штаны, ты что, дурак что ли? Ну, ты имеешь на это право, имеешь. То же самое, люди имеют право вкладывать свои деньги там в собак, содержать их ровно так, как хотят. Посмотрите, какой у нас вольер. Многие думают, что это не вольер, а баня. Когда я выложил первый ролик, такие говорят, а что это такая баня маленькая? Не баня, а домик для собак. Единственный минус, который они отметили, это ситуация экономическая в стране. Что сейчас вот с этим упадком пандемии, вот эти нерабочие недели, когда в Турцию можно загорать, можно гулять, можно, а в рестораны работать нельзя. Факт в том, что деньги, поток падает. Соответственно, бизнес точно так же наш малый рушится и рушится из года в год. Мы находимся на плаву, но скрывать не буду. Естественно, раньше было лучше. Сейчас ситуация экономическая просто многих. Вот в нашем, например, городе косят. Единицы там кое-как выкарабкиваются и серии, что уходят там куда-то в плюс. В целом люди пытаются выживать. И на основании этого денег не так много, а сейчас цены выросли абсолютно на все, стройматериалы и так далее. Вот единственный минус, который есть, что не хватает денег для того, чтобы реализовывать все свои желания и хотелки. Все то, что мы зарабатываем, в дальнейшем я вас всех приглашу к себе в гости. Это будет в следующем ролике. Покажу, какую кухню мы сделали, какие спальни получились, какая гардеробная, какой зал. Когда это все дело будет доделано. И я вам прям по цифрам покажу, расскажу, сколько денег на это дело ушло. Ну и что, собственно, мы сделали. Но это будет чуть позже, но не сейчас. Буду стараться предугадывать комментарии. Вы скажете, но ты-то что, ты же типа так крутой. Ты же блогер, блин. Друзья, к сожалению, блогинг он не приносит каких-то сверхдоходов. Я не могу сказать, что я какой-то бедный человек, что мне не хватает на жизнь. Мне хватает. Но такого, чтобы, например, приехать и вложиться в баню, о которой мы так давно мечтаем, которую мы разрисовали так с отцом, что это просто даже не баня, а какой-то комплекс мечты, нет денег. Поставить что-то маленькое из серии небольшую баньку, но не хочется. Ну просто-напросто не хочется. Хочется сделать сразу так, чтобы это осталось навсегда. А навсегда это миллионов пять, как минимум, для того, чтобы сделать все это хорошее. Но это будет большая баня с панорамными окнами, потому что здесь шикарный вид открывается. Я вам даже кадры с коптера постараюсь показать, что будет, если, допустим, сделать подобную по высоте, это вот соседская баня, с большим балконом на втором этаже. Тогда ты будешь садиться, у тебя здесь просто будет, ну, просто шикарный вид. Мы хотели сделать двухэтажный, в общем, сделать хорошую. На сегодняшний день это пипец как дорого. Во-вторых, с чем я столкнулся и сразу хочу с вами поделиться информацией. Я сделал ролик отдельный, где искал бригаду, думал, ну, вдруг сейчас кто-то найдется, с кем-то как-то будем договариваться. Хотя бы сделать детальный просчет. Люди, кто профессионально занимаются и кому не стыдно взяться, и кто действительно может сделать круто, дали хороший совет. Дима, хочешь делать баню? Ты в 2021 году должен искать сразу бригаду, которая будет делать тебе в 2022, а то и в 2023 году. Потому что у спецов реально все расписано на год вперед. А те, кто скажут тебе, да, привет, мы готовы, куда приезжать, завтра начнем строить. Это, как правило, ребята, вот такие истории. Потом ты будешь ходить и жаловаться, что все сделали не так. Про коммуникацию я вам рассказал, что у нас, в принципе, все есть. Но с удовольствием бы приехал кому-нибудь из вас в гости, кто готов пригласить, кто готов показать. Вот именно те, у кого нет ни хрена, у кого есть в лучшем случае электричество. Показать, как люди живут. Потому что знаю, есть вот села неподалеку, где зарплата там 10 тысяч рублей у человека. Канализации нету, туалет, вообще ничего нету. Я говорю, давай снимем. Да ну нафиг, я это не хочу на камеру рассказывать. Кто-то, если готов. И при этом нам не нужно будет ехать куда-то там за 3-9 земель. 100-120 км от Москвы полно таких мест, куда можно приехать и подобные снять. Был бы человек, а сюжет мы с удовольствием приедем снимем. Кто готов, контакты со мной в описании. Один из частых вопросов, хороших вопросов, а что там с домом для бабушки? У тебя же есть участок, на котором вы собирались строить для нее дом. Вот я вам его показываю и, как есть говорю, конь не валялся. Друзья, ну кто еще вам в глаза сможет сказать правду, признать свои какие-то ошибки, недоработки, где ты сам лоханулся? Я, я вам по-честному говорю, когда мы выиграли этот участок, мы планировали построить сначала там дом. Сначала бабушка поддержала эту идею, что, мол, вроде как, да, классно. По факту, когда уже в процессе мы начали обсуждать, дом ей нафиг не нужен. Почему? Сейчас она проживает в Москве, она снимает квартиру с подругой напополам. За эту половину плачу я. Каждый месяц я ей перевожу деньги, я ей это оплачиваю. Я ей предлагал больше. Я говорю, давай так, я тебе сниму квартиру поближе, например, к работе, ты сможешь туда переехать, найду тебе квартиру, куда можно с животными, потому что у бабушки есть кот. Вот интересная особенность, представляете, кот периодически бьет бабушку. Вот он реально что-то на него находит, он начинает ее бить, хотя прожил он с бабушкой довольно-таки большое количество лет. Она говорит, нет, мне как бы с подругой комфортно, нормально. А сейчас перевести ее сюда, в дом, одну, вроде как звучало круто, по факту мы понимаем, что этот дом ей нахрен не нужен. Во-вторых, опять же, вопрос денег. Цены постоянно растут, потому что когда мы в этом принимали участие, тогда не понимали, что вот доходы будут падать, что вот эта ситуация с вирусами будет подрезать существенно доходы. Поэтому сейчас участок просто-напросто стоит, и каждый месяц за него с счета списывается по 30 тысяч, ну, по 32. Закидываю по 32 тысяч, они уходят. Да, да, ребята, лошара за год, за два отдалось очень много денег, но вот сейчас зайти то руки не доходят, то одно, то второе, хлопот своих хватает, ну, говорю вам как есть. Поэтому даже больше скажу, если вдруг кто-то сейчас смотрит из строителей, вот вам отличное предложение для инвестиций. Приезжайте, будем договариваться, вы строите дом, мы это снимаем по этапу, дом сделаем хороший, небольшой, но хороший, чтобы не какие-то там типа а-ля дрова на продажу. Достойно, чтобы не было стыдно, построим дом для вас, это хорошая реклама, я буду снимать этапы. В дальнейшем продаем этот дом с земельным участком, вы забираете все эти деньги, которые вы в него вложили, мы забираем деньги за земельный участок. То бишь мы как бы поделим доход нам за земельный участок, вам за дом, и все останетесь в плюсе, так еще и реклама останется для вас как бы бесплатная. А для нас это хороший контент, людям будет интересно, кого там будете бетон заливать, еще что-то строить, будут возникать вопросы, и будем по существу снимать. В дальнейшем, когда построить даже дом, можно пригласить разных строительных блогеров, пусть приходят, делают экспертизы, смотрят и говорят, что вы построили говнище, или вы построили что-то действительно качественное, что не стыдно будет покупать. Итак, самое время сделать выводы. Когда мы покупали дом, у нас был денежный запас именно для того, чтобы сделать сразу внутри дома ремонт для постоянного проживания, круглогодичного. Мы это сделали. На сегодняшний день, конечно же, если поставить вопрос, сосет ли дом деньги, вот на хотелки, на баньку, на газончик, на гараж и на ряд еще других пожеланий, денег, конечно, он сосет. И сосет немалых. Все вы это прекрасно знаете, как у нас сейчас растут дико цены. Но, если сделал ремонтик, просто застелил газончик, насажал травки и больше ничего не строить, пожалуйста, живи в удовольствие, круглогодично, тепло, вода есть, канализация есть, в этом плане тоже круто. Но, опять же, подчеркиваю, ребята, все это было учтено в цене при покупке изначально. Соответственно, все те, кто рассматривает вариант покупки дома сегодня, я вам желаю удачи и успехов, а самое главное, чтобы у вас был хороший денежный запас. В общем, друзья, язык без костей, поболтать я люблю, но жизненные темы так и вовсе. Поэтому, если вам эти ролики нравятся, ставьте лайки, я с удовольствием бы снимал больше вот такого формата видеоблога, чем-то делился, обсуждал какие-то темы. И самое главное, не просто посидели, поболтали, разошлись, чтобы это полезно было, чтобы с поднятием какой-то информации, с цифрами, чтобы ты посмотрел и что-то действительно нужное для себя вынес. Мечтали мои родители всю жизнь о доме, сейчас живут, получают бешеное удовольствие. Я сам дико рад, когда приезжаю, вижу, что мама довольна, папа доволен, всегда рад им помочь, потому что финансово тоже поддерживаю, кредиты там закрыли. В общем, про это все я вам делаю уже рассказывал. Подписывайтесь на канал, потому что дальше будет выходить больше интересных роликов. Подписывайтесь на инстаграм канал, потому что там всегда выходят все анонсы, делаю посты, публикации. Вы можете заранее написать ваш вопрос, и я его, соответственно, зачитаю, если он будет интересен. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваше мнение в комментарии. До новых встреч, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok